Приветствую вас и частично мое мнение будет совпадать с ответами коллег, но, пожалуй, не во всем. И по большому счету оно будет касаться потребностной сферы, потребностной сферы, которую вы определенно неправильно реализуете. То есть человек, вообще-то говоря, никого не должен заменять, любой человек. А любой человек никого не должен заменять, замещать, как-то занимать роль и так далее. То есть каждый человек это самобытность. Это самобытность. И вот ваша основная ошибка в том, что вы свои потребности, которые у вас есть, это моральная и эмоциональная зависимость, пытаетесь реализовать через этого человека. Через свою лучшую подругу. И, понимаете как, дружба, вообще-то, это что-то такое, знаете, я бы сказал, равноправное. Дружба, это что-то такое независимое. И когда вы говорите по сути дела о том, что вот мне подруга заменила там родную сестру, сразу возникает вопрос, а хотела ли, хотела ли ваша подруга заменять вам сестру? Хотела ли она этого? Хотела ли она, чтобы вы на нее, условно говоря, вот такую ответственность возложите? Нравится ли ей то, что она для вас как родная сестра? Нравится ли ей то, что вы от нее хотите? И нравится ли ей выполнять эту самую роль, которую вы на нее возложили? Нет ничего удивительного в том, что ваша лучшая подруга хорошо общается сейчас с другой девушкой. Она почувствовала себя свободной с ней. Она ощутила, что дружба, это далеко не всегда какие-то обязанности, дружба, далеко не всегда какая-то тяжесть. Дружба, это не всегда какая-то обязанность. Дружба может быть и чем-то иным. Дружба может быть чем-то более приятным, чем-то более легким, чем-то более равноправным, чем-то более независимым. И если так, то тогда, сохраняя отношения со своей подругой, вам нужно в обязательном порядке перестать на нее давить и требовать от нее того, что она, например, делать не хочет или требовать от нее того, что ей, допустим, неприятно или как-то напряжно и так далее. Следующий важный момент – это то, что вы ее ревнуете. И ревность всегда – это эгоизм. Ревность всегда – это некоторая неуверенность в себе. Ревность всегда – это страх потерять, ну, страх потерять человека. И вам нужно работать над этой самой уверенностью в себе. Вам нужно сделать так, вам нужно двигаться в направлении, когда вы не стали бы зависимы от нее. Вам нужно двигаться в том направлении, когда вы не сомневались в каких-то аспектах, связанных с вами. Вам нужно двигаться в том направлении, чтобы вы осознали собственную ценность. И для этого необходимо с вами работать, определив, что именно заставило вас вот в таком ключе выстраивать отношения. Вот в таком ключе выстраивать взаимодействие с подругой. То, что вы сейчас делаете, то, как вы выстраиваете отношения, к сожалению, нельзя назвать дружбой. Это не дружба, это, знаете, использование человека. Да, может быть не осознанное, но использование. И вам необходимо разобраться со своими страхами, проработать свои страхи. Не подавлять их. Нет, не подавлять. Именно прорабатывать – это немного разные вещи. Проработка собственных страхов и подавление страхов – это абсолютно диаметральные разные вещи. И когда я говорю, что вам нужно прорабатывать свои страхи, я говорю, что нужно понимать, что за ними стоит, корректировать ваше поведение и учиться с этими страхами жить так, чтобы они вам не мешали существовать. Это очень, очень важный момент, о котором вам, безусловно, нужно хорошенько задуматься. О котором вам нужно хорошенько подумать. Вы говорите, что не хотите потерять подругу, но не хотите потерять подругу вы в качестве кого? Или в качестве чего? В каком конкретном качестве для себя вы не хотите потерять подругу? Вот постарайтесь над этим вопросом подумать. И тогда, если вы над этим подумаете, то вы определите для себя, что вам нужно. Вот это вы хотите получить через свою подругу, вы можете получить самостоятельно. И для того, чтобы быть хорошим другом, вам нужно работать над своей неуверенностью в себе. Для того, чтобы быть хорошей подругой, вам нужно переставать потихонечку бояться. И для того, чтобы вам быть хорошим другом, не нужно бояться подругу потерять. Потому что, если вы ее потеряете, это означает, что ваша подруга с вами не счастлива. И это значит, что без вас ей будет лучше, а для друга все-таки самое главное, чтобы другому человеку было хорошо. Вы же понимаете. Так что, вам рекомендуется личностный рост, работа над собой, работа над неуверенностью в себе, над страхами, сомнениями. И тогда у вас все получится. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Продолжение следует...